Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Когда-то давно, лет 15 назад, я побывал на Итаке и был впечатлен тамошней кухней. Представьте себе, заходишь в псистарию, а это такой маленький ресторанчик, который специализируется на гриль-блюдах. Там пылает здоровенный очаг, над ним целая стена из горизонтально расположенных вертелов или вертелов с кучей мяса. Все это вертится, шкварчит, жир с этих самых вертелов вниз капает. И над всем этим чудом, над всеми этими ароматами стоит эдакий бог огня. И мясо берет из огромного тазика половинки свежего лимона, там лимоны очень вкусные, и щедро окропляет все это мясо. Все это вертел, а потом зато вертел вам мясо снимают, на тарелки приносят. Ох, это какая-то феерия вкуса. Так вот, больше всего мне там понравилось трескать кокорецы. Это такое блюдо из ливера молодого барашка. Нанизывается все на вертел, потом обматывается сальником, а сверху толстый слой кишок, чтобы внутри ничего не пересыхало. Получается эдакая защитная оболочка, в которой мясо при приготовлении на вертеле абсолютно не сохнет. Короче, мне так захотелось снова почувствовать вкусы этих самых кокорецей или этого самого кокорецы, что я поехал в Лерой Мерлен ближайший и купил вертел с моторчиком электрическим. Он и стоил там совсем недорого, что-то порядка 55 евро я потратил. Надеюсь, прослужит долго. Но вообще-то этот вертел предназначался для установки в совершенно конкретный газовый гриль, которого у меня нет. Ну, я решил быстренько на коленке соорудить самодельную подставку. Субтитры сделал DimaTorzok Кроме вертела мне понадобится полный комплект ливертонного барашка. Здесь печенка, легкие сердца, селезенка. Обязательно сальник. Промытые кишки, тщательно промытые лимоны, соль, черный перец, орегано. И так как барашек был совсем молоденький и нутриного жира практически не было, я прикупил еще бочок от этого барашка. И собираюсь с ним выделить вот эту верхнюю жировую прослойку. Тоже пойдет в дело. А сами ребрышки, котлетные ребрышки, как мы-то на днях приготовлю. Процесс сборки корец много времени не займет, поэтому сначала разожгу угли. Приступим. Так, ну а вот это я, наверное, здесь уже, трубчатые и так далее, их не буду использовать. Хотя, хотя в Греции их тоже используют. Резать надо довольно крупно. Сейчас все промою. Нанизывать надо, перемежая куски, но я их еще не приправил. Перец раздробить. Соль и орегано. Отлично. А вот теперь очень ответственный момент. Наматывание защитной оболочки. Сначала несколько витков вдоль вертела, а затем уже поперек мотать можно. Вот так будет хорошо. На самом деле, конечно, кишок мне немного не хватило, потому что греки обматывают так свою кокорицу, что она вообще становится вся вот такая белая. То есть никаких вот этих выскакивающих кусков ни печени, мяса не остается. Но, учитывая, что я готовлю в первый раз, для меня это вроде как и неплохо. Как вы считаете? Все, можно приступать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что касается жара углей. Он должен быть таким, чтобы рука, расположенная на высоте вертела, могла терпеть его, ну, секунд 10. Если это не так, то опускайте или поднимайте вертел. Найдите, короче, оптимальную точку. И еще момент. Угли лучше не располагать непосредственно под вертелом. На них вытопливающийся жир капать будет, и угли начнут воспламеняться. Лучше сместить их чуть в сторонку. Меньше мороки будет. Знали бы вы, сколько мне пришлось мясника на рынке убалтывать, чтобы он на бойне кишки заказал. Ни в какую не хотел, отказывался. Мне пришлось в интернете найти фотографии, готовый корреться, показывать ему эти фотки и рассказывать про неземной вкус. Только после этого он согласился и начал обзванивать бойни. И только на третьей ему, по-моему, согласились эти самые кишки на следующий день мне поставить. Ему поставить. Если бы не был мясник моим знакомым, ни черта бы я не смог заказать. Так что мой вам завет. Знакомьтесь с мясниками. Здоровайтесь с ними всегда. Обязательно расспрашивайте их о делах. Дерсуйтесь бизнесом. Они вас запомнят. И тогда вы сможете получать не только кишки по блату, но и скидки, короче, и даже нестандартные продукты. Всего запекаться к Греции будет часа полтора-два. Как только начнет подрумяниваться, буду периодически обрезывать лимонным соком. В Греции, кстати, как я заметил, очень любят мясо лимонным соком поливать. Наверное, потому что там лимоны очень вкусные. Так, чтобы не промахнуться с готовностью, я воспользуюсь термометром. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, по виду практически готово все. Все, надо проверять. Отлично! Все пропеклось. Но, прежде чем его разрезать, надо дать минут 8-10 слегка остыть. Даже не остыть, а просто перераспределиться в теплоте от наружных слоев вовнутрь. Для чего надо обмотать этот скобосинь фольгой. Все, ждем 10 минут, а затем режем и едим. Субтитры сделал DimaTorzok Так, отрежу я вот этот вот кусман себе, чтобы можно было в рот запихать. И проба, наконец-таки! Да! Я снова в Греции, мне на 15 лет меньше, мы идем на яхте, приходим в эту самую марину в Итаке, идем в это заведение трескаем. Слушайте, ностальжи! Ой, с лимонным соком, прелесть! Классная штука, прям классная! Ммм, изумительно! Ленивый способ! Вот, Грики, по моим наблюдениям, лентяи. Они крайне не любят что-то делать долго. По крайней мере, те, которых я видел, с кем я знаком. И вот этот рецепт, он из этой самой серии. Да, муторный, конечно, вот этот вот обматывает все. Но за 100, потом воткнул этот вертел, он себе крутится. Только подходи периодически, смотри, что там с уголечкой, может, подцепить надо. И все. Короче, штука классная, готовится просто. Готовьте и наслаждайтесь. Спасибо за компанию. Всем пока!